Девчонки, красотульки, всем большой привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хотела бы снова с вами поболтать и поболтать на тему, как похудеть после родов. Я поделюсь исключительно своим опытом, у вас он может быть другим, вы можете поделиться с ним, со мной и с остальными зрителями, подписчиками в комментариях. Я думаю, что это будет полезно. Ну и мы с вами, конечно же, пообщаемся. И начать, наверное, я бы хотела с того, что каждая женщина в процессе родов набирает от 8 до 20 килограммов, но это в принципе, да, такие средние статистические данные. Я набрала за 9 месяцев 12 килограммов, хотя мне мой врач говорила, что это невероятно много, говорила, что ты толстая, что ты не родишь, что там ребенок не пролезет и все что угодно. Ну, вообще, конечно, в итоге получилось все исключительно наоборот, но даже не по показаниям, что я там много кушала или я много поправилась, нет, это по моим физиологическим данным. Могу сказать, что я за время беременности очень много кушала, кушала много сладкого. Если я не поем тортик, если я не поем безе, какое-то заварное пироженка, еще что-то подобное, я могла завтракать, обедать и ужинать одними тортиками, мне больше ничего не нужно. Было, я на другую пищу вообще не смотрела, это не было связано с токсикозом, нет, вообще никаких проблем у меня за время беременности не было. Ни токсикозов, ни всякой другой и прочей ерунды нет. Я вообще как козочка бегала до 9 месяцев на работе, вообще не чувствовалась беременной. И до 9 месяцев, до 8, мне вообще практически не было видно живота, так что многие из вас даже не догадывались на фотках в инстаграме, что я была вообще беременна. Мне мой врач говорила, что прекращай ты уже кушать эти пироженки, если ты их ешь, то кушай там до 11 часов, после 11 дня, сиди на голодании, ешь там в день 1-1,5 яблока, не пей, не ешь. То есть это попался мне вообще какой-то, честно говоря, неадекватный доктор, который запрещала мне все подряд. Но я слушала не врачей, я слушала исключительно свой организм, что бы мне хотелось. Если мой организм хочет чего-то, то я ему это дам и не буду его травмировать. Если получаю стресс я, то, соответственно, получает стресс и мой ребенок. Хотя, честно говоря, я не думаю, что 12 килограммов, которые я набрала в процессе, это достаточно много. И эти 12 килограммов, в принципе, вся эта масса состоит из самого ребенка, околоплодной жидкости, плаценты, увеличенной матки, увеличенной груди, увеличенного объема крови, ну и, конечно, вот этих вот всех жировых запасов. Ну и вообще, конечно, каждая беременность добавляет женщине какие-то новые жировые клетки. И, кстати, именно от них очень тяжело избавиться женщине после родов. По истечению родов и по истечению 8 недель уходит большая часть веса. Бывают такие случаи, но мне, к сожалению, не повезло, что некоторые девчонки после родов выглядят еще красивее, еще стройнее, чем были до родов. Но самая главная ошибка, которую допускают девушки, это то, что они начинают активно приводить себя в форму сразу, буквально через неделю или того меньше, начинают заниматься спортом, начинают голодать. Рода – это определенный стресс, и организму нужно время, чтобы прийти в себя. И я расскажу, как похудела я. Я не занималась, наверное, первые 4 месяца вообще никакими физическими упражнениями нет. Единственное, что у меня были очень широкие бедра, мне казалось, по крайней мере, и что я делала? Я не могла отпустить ребенка, куда-то положить, потому что она все время кричала, она успокаивалась только на руках. И, держа ее на руках, я включала совсем слегка тихо музыку и просто приседала. Далее, если я готовила, то я ни в коем случае, как я, к примеру, делала это раньше, в процессе готовки, не делала каких-то перекусов, либо не хватало те вещи, те продукты, из которых я что-то готовила. За первые 3-4 месяца у меня, помимо того, что у меня был стресс после операции, после нескольких операций, я вообще перестала кушать. Мне не хотелось есть, у меня не было аппетита. И я могла за день позавтракать, к примеру, половинкой йогурта, потому что мне больше не хотелось, и совсем немножко поужинать. А было такое, что я не обедала, не завтракала, только вот совсем немножко поужинала, и мне было хватало этого, честное слово, через глаза. Плюс, когда у тебя нет помощи, ты все делаешь сама по дому, ты и укачиваешь ребенка, ходишь постоянно, его трясешь, и тебе нужно постоянно сделать влажную уборку, тебе нужно помыть полы, пропылесосить, протереть пыль, как-то умудриться приготовить, кушать. Ты разрываешься на 4 стороны, то туда, то сюда, и автоматически, как мне кажется, ты уже начинаешь худеть. Когда у тебя есть помощь, ты знаешь, что ты, ага, сможешь там сделать то-то и то-то, кто-то посидит своим с ребенком. Появляется некая разгрузка, что ли, и ты себя каким-то образом успокаиваешь, но когда ты знаешь, что помощи, в принципе, ждать нет, куда и нужно все успеть, время на отдых вообще практически не остается, и ты не ешь, ты не спишь. Стресс, опять-таки, для организма, но вот, может быть, в большей степени от этого я похудела, хотя кто его знает. Также хочу отметить, что я не кормила и не кормлю грудью, я не знаю, что это такое, но по отзывам и по ощущениям знакомых, родственников, я знаю, что девушки сидят на определенных диетах, нельзя кушать ни острое, ни сладкое, какую-то определенную пищу, которая, в принципе, написана, расписана в каждых роддомах, в кабинетах, что можно кушать, что нельзя беременным женщинам. И я знаю, что это не калорийное, это очень такие генетические продукты, чтобы не вызвать аллергии у ребенка, не вызвать какие-то кишечные полики, что тоже способствует похудению мамочки. Следующий фактор для похудения, это, конечно, прогулки. Маленькому малышу нужно обязательно много времени проводить на свежем воздухе, тем самым он успокаивается, он будет больше спать. Если он больше времени проведет на свежем воздухе, у него, соответственно, укрепляется иммунитет, и он лучше спит ночью. Но это, конечно, у кого как, мне не повезло в этом случае. И когда вы с ним гуляете, вы очень много ходите, вы, опять-таки, желаете калорий, и у вас начинается процесс худения. Если вы кормящая мама, то я здесь, опять-таки, ориентируюсь по отзывам знакомых или родственников, то процесс похудения кормящей женщины длится примерно от полугода до 8-9 месяцев. По мере установления гормонального фона и активации метаболизма за счет производства молока. Многие девочки думают, ну, я уже родила, и почему же я не худею? Ну, как мне кажется, эта проблема в том, что за всю беременность мы научились кушать столько всего, как мы, как нам кажется, мы кушали там за двоих, за троих, да, смотря сколько деток мама родила. А после ротов мы все так же продолжаем эту традицию, мы также кушаем и за двоих, и за троих. И нам нужно обязательно научиться контролировать свой желудок, контролировать свой аппетит. Но, опять-таки, я ни в коем случае не призываю вас сидеть на диетах. Диеты подрывают здоровье, нарушают наш обмен веществ, метаболизм. Ну, и еще чего хуже вызывают гормональный сбой, нам это, в принципе, не нужно. Также очень многие девочки мне писали в личку, в контакт, как ты умудрилась вообще похудеть в области живота. То есть, как ты убрала свой живот. Могу сказать, что я его, честно говоря, никак не убирала. Раньше я занималась танцами, я занималась спортом. Моя брюшная полость, мой вот этот вот животик, он был всегда в тонусе, всегда был таким достаточно твердым. И если вы занимались спортом до родов, если он у вас был, в принципе, плоский, то обязательно, конечно, думаю, он придет в норму и после родов. Хотя, есть такая штука, как бандаж, если у вас большой животик, у меня он был огромнейший. Многие врачи советуют одевать бандаж, это касается и очень многих факторов. Это и растяжки, и это то, что очень сильно может плод давить на кости таза, что вызывает впоследствии огромные боли в костях. Просто нереально у меня была эта проблема. Ну, и, конечно же, обвисший живот. Вот, к сожалению, я не покупала бандаж, я какими-то способами умудрялась там завязывать и платком, и полотенцем, и еще чем-то. Но вот, к счастью, мне повезло, и я обошлась без вот этих вот проблем в области живота. У меня нет никаких растяжек. Если уже говорить о растяжках, то я изначально знала, что они могут появиться, как у любого нормального человека. Я предрасположена к этому, так как у моей мамы есть растяжки. И, опять-таки, спасибо Ютубу. Я узнала о маслах, я узнала о всяких баттерах для тела, и я покупала огромное количество лосьонов. Я покупала очень много всяких кремов. Я думаю, что вы обратили внимание на это в моих покупках еще, наверное, летом, весной в прошлом году. Я очень много покупала подобных вещей. И каждый день то, что я заставляла себя, я знала, что мне это нужно, но было порой настолько лень их использовать. Я знала, что мне это надо, я знала, что мне это пригодится, что я потом могу выглядеть настолько уродливо. У меня и так очень много шрамов на животе. Это не из-за того, что там было кесарево. У меня было помимо того операции, помимо родов. Не в очень красивом состоянии, сразу могу сказать. И я думаю, что если я еще больше его испорчу всякими растяжками, кожа может просто-напросто треснуть. И может помочь только какая-то лазерная шлифовка или корректировка. Я не знаю, как правильно по медицинским терминологиям все это сказать. Но, тем не менее, я заставляла себя постоянно мазать. Я мазала грудь, я мазала живот, я мазала попу, я мазала бедра. Девчонки, вы должны обязательно заставить себя это делать. Иначе растяжек можете не избежать, даже если у вас нет предрасположенности к этому. Особенно если это лето, кожа высыхает, высыхает она к осени, высыхает. Кожа нуждается в очень хорошей такой напитке, в очень хорошем увлажнении. А так как у меня роды выпали на раннюю осень, то я была просто обязана ее напитать. И избежать всяких разных проблем в будущем. Все равно я сейчас стараюсь делать какие-то физические упражнения. Я занимаюсь на тренажере, все равно я качаю пресс. Потому что мне все равно хочется свое тело довести до такого уровня, которого бы мне хотелось. Сейчас я чувствую себя таким человеком, который может быть даже и не рожал. Который не испытывает такого дискомфорта. Да, конечно, есть некоторые аспекты, которые говорят о том, что я стала мамой на моем теле. Но тем не менее. Что касается того, как избавиться от растяжек. То знаете, девчонки, мне кажется, такого средства просто не существует. И те компании, которые заламливают невероятные суммы денег на то, чтобы якобы предложить вам какие-то крема, какие-то там суспензии, еще не знаю что. Якобы все это помогает. От растяжек нет. Помогает время, которое со временем делает растяжки более прозрачными, более такими белыми, еле заметными. Но, как мне кажется, может помочь только какая-то пластическая хирургия, какие-то лазеры. Кстати, хочу в будущем, может быть, избавиться от своих шрамов. Потому что они вызывают в моих глазах, в моей душе такую боль, дискомфорт. Когда я на них смотрю, я вспоминаю свои роды, честно говоря. А без слез я их вспомнить не могу. Потому что то, что пережила я, честно говоря, врагу не пожелаешь. Я думала, я то, что сдохну. Возможно, сейчас девочки, мамы подумают, да, большинство это испытывает. Но когда тебя на хирургическом столе откачивают, чтобы ты вернулась с того света, и не только ты. Это уже говорит о многом, когда ты испытываешь такую боль. Боль не только от схваток, а боли от того, что у тебя треснула косточка. В общем, конечно, девчонки, наверное, я бы еще посоветовала. Немножко отойду от темы похудения. Это то, как правильно выбрать врача, как правильно выбрать роддом. Если у вас есть возможность заключить договор с роддомом, то это будет очень хорошо. Если у вас нет такой возможности, либо вы просто-напросто не хотите, а будете ехать в роддом по скорой помощи, то я очень надеюсь, что вам повезет, и вам попадется хороший врач, вам попадется либо там хорошая абрикада, или еще что-то. Выбирайте роддом, конечно, ориентируйтесь на отзывы. Я когда выбирала роддом в Москве, я ориентировалась больше по отзывам. Есть такой роддом, я не буду сейчас его афишировать. Я настолько в него грезила, я настолько в него хотела попасть. Я прожужжала всем уши на работе, дома, в семье, там, я не знаю, всем, кому только можно. Некоторые говорили, да, ты правильно сделала выбор, некоторые говорили, да, зря, лучше не стоит. И, честно говоря, лучше бы я послушала тех людей, которые говорили не стоит. И хочу призывать тех девочек, которые едут по скорой помощи, ни в коем случае не едьте в тот роддом, у которого огромная текучка людей. Ни в коем случае про вас просто могут забыть, про вас просто могут не вспомнить, потому что врачи тоже люди, они не могут разорваться. И если, не дай бог, у вас что-то случится, и вы просто-напросто не докричитесь до врача, могут быть огромные проблемы у вас, у вашего ребенка. Может быть, конечно, честно говоря, всякое. Я не буду вдаваться в свои подробности. Это болтовня не для всеобщего обозрения, не для Ютуба. Хотя, конечно, честное слово, я сейчас разгрыдаюсь, не вспоминаю все это. После такого вообще, честно говоря, жить не хочется. По-хорошему, если есть возможность, обязательно договоритесь либо с бригадой, либо с врачом, идите обязательно не на роддом, обязательно идите на врача. Вернусь к теме похудания. Не хочу говорить о плохом. Не хочу, не хочу, не хочу. Ой, сейчас чем я питаюсь? Я уже говорила во влоге, я говорила о фаворитах. Это то, что я сейчас уже, наверное, месяца два завтракаю клетчаткой. Я покупаю ее в Ашане. Это такой флакончик белый с синей крышечкой. Клетчатка бывает и с черникой, и с чем только угодно она может быть. Это также может быть ильнянка, которая прекрасно способствует и сжиганию жиров, и похудению. И также она отлично убирает аппетит. Она восполняет тот недостаток энергии, который нам нужен. Ей можно и пообедать, ей можно либо поужинать. И, конечно, завтракать, ужинать и обедать нет, ни в коем случае. Это какой-то из вариантов. Либо завтрак, либо обед, либо ужин. Потрясающе усваивается. Это одна из самых лучших продуктов, которая убирает все вредные компоненты желудочно-кишечного тракта. Убирает все токсины. И настоятельно советую присмотреться девчонкам, особенно тем, которые болеют либо язва, либо гастрит, либо кишечная непроходимость, либо еще что-то, чтобы восстановить свой ЖКТ, чтобы опять-таки похудеть, чтобы привести свою фигуру в достойный вид, чтобы светиться изнутри. Так как если болит у нас желудок, если есть какие-то проблемы в ЖКТ, то все это отражается на нашей физиологии, на нашем лице. Это могут быть опять какие-то высыпания. Есть многие девочки спрашивают, Катю, на такие высыпания ничего не помогают, там прыщи подкожные. Здесь нужно бороться не только какими-то средствами, кремами, очищающими средствами. Нет, здесь нужно пройти комплексный обход всех врачей. Возможно, у вас проблемы либо с печенью, либо с желудком, либо еще с чем-то. Ну блин, наболтала я столько, я уже не знаю. Я могу на эту тему болтать часами. В общем, если есть какие-то вопросы, обязательно мне их задавайте. Я постараюсь на них с удовольствием ответить. Также, девчонки, просьба, если вам интересны такие болталки на какие-то определенные темы, также мне пишите об этом в личку, в комментариях, в инстаграме. Я с удовольствием с вами поболтаю и сниму подобные ролики. Я очень надеюсь, что данное видео было для вас интересным, полезным. Всем желаю отличного настроения, хорошего дня. Всех вас очень люблю. Всем пока-пока.